В Люберцах работает клуб спортивной гимнастики и акробатики. Под руководством опытных тренеров-наставников в его стенах воспитывают чемпионов и призеров всероссийских и международных турниров. Сотрудники и воспитанники клуба отметили пятилетие со дня его основания. На праздники побывали и наши коллеги. Когда встал выбор между самбо и гимнастикой, девятилетний Афанасий Сальников выбрал второе. У этого вида спорта, по мнению мальчика, плюсов гораздо больше. На самбо короткие тренировки ничего они почти не дают. А на гимнастике развиваешь силу. И вот уже сколько занимаюсь и уже третий взрослый разряд. Хочу добиться, чтобы олимпийских игр и получить золотую видаль. Если тебе тяжело, нужно перебороть этот момент и потом дальше так и идти. Этому золотому правилу юного спортсмена научили тренеры клуба, в котором он занимается. Здесь обучают азам любительской танцевальной акробатики. А самые популярные направления – спортивная и командная гимнастика. Командная гимнастика – это новое направление в России. На данный момент я являюсь президентом федерации по командной гимнастике. Туда входит 15 регионов. Мы это направление внедрили в себя. Также активность сейчас развиваем. В этом году клубу исполнилось 5 лет. Поздравить воспитанников и тренеров с первым юбилеем пришла 4-х кратный призер Олимпийских игр Мария Пасека. Я ставлю себя на их место. Когда я была маленькая, я увидела Светлану Хворкину, Алексея Немова. Для меня это был какой-то большой толчок в большой спорт. И надеюсь, что я смогу дать тоже такой толчок другому поколению. За 5 лет клуб выпустил 30 спортсменов, которые получили первый юношеский разряд. В планах у руководства – открытие новых, более просторных помещений для подготовки будущих чемпионов. Уиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.